Здравствуйте, в эфире программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Анна Чигарина, руководитель Центра развития добровольчества города Рязани. Поговорим о работе этого центра. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, как давно был основан ваш центр? Центр работает около двух лет. Под моим руководством непосредственно начал взаимодействовать с городом и со школьниками. А вообще чем вы занимаетесь? Мы помогаем, мы регистрируем волонтеров, ведем базы данных. То есть под нашим руководством все волонтерские отряды школы. То есть 72 школы и все волонтеры и волонтерские отряды этих школ под нашим руководством. Совсем недавно начали взаимодействовать и с волонтерскими отрядами университетов. Собираем информацию, ведем базы данных, банк данных, вручаем книжки, то есть выписываем их и официально, торжественно их вручаем волонтерам. Вот это, если так, основное наше направление деятельности. То есть помимо организации, проведения разных мероприятий, форумов, мастер-классов и так далее. Анна, расскажите, какие у вас есть проекты? Самый знаменитый проект – это интерактивная карта развития добровольчества. Это карта, привязанная к Яндекс.Картам, на которой обозначены волонтерские отряды, которые работают по 25 направлениям деятельности. И на этой карте можно узнать, какой волонтерский отряд, по какому направлению работает он, где он находится. То есть можно посмотреть контакты, координаты руководителей. То есть если какая-то нужна помощь или для взаимодействия, или индивидуальная помощь какая-то. То есть любой человек может найти себе волонтерский отряд, который может и работает в этом направлении, и с удовольствием поможет. Или волонтерскому отряду такому же, или индивидуальному человеку. То есть это очень, я считаю, важная для области карта, точнее для Рязани. Хотя мало кто пока о ней знает, но я думаю, в скором времени узнают все. И будут активны ей пользоваться, потому что она нужна, важна и просто необходима для любого города. Да и, кстати, после моей презентации про интерактивную карту на съезде Центрального федерального округа руководители технологии добра в городе Смоленске. Они очень заинтересовались этой интерактивной картой. И на данный момент начинают тоже ее создавать и реализуют. Какие акции планируете провести в ближайшее время? Это весенний недельный брак добра, который пройдет на следующей неделе. Это неделя, в которую выходят волонтерские отряды всех школ, и каждый занимается своей акцией. То есть один убирает территорию, второй раздает тюльпаны бумажные, очень знаменитые. То есть это весенний недель добра, она проходит ежегодно на протяжении нескольких лет. Мы реализуем эту акцию. А в дальнейшем это красивый город, акция, которую мы хотим сделать достаточно глобальную и посадить аллею выпускников. То есть выпускники из 11 классов будут сажать аллеи. И администрация города, в которой у нас недавно проходила пресс-конференция по поводу этой акции, обещала нам помогать в реализации материально-технической базы, так сказать. Затем пройдет форум «Молодежь городу», где подведут итоги конкурса территории добра, который уже проходит, реализуется у нас в городе. Где мы подведем итоги, наградим победителей. И пройдет еще акция «Цени свою жизнь», но они проходят у нас ежегодно. И это от Министерства культуры и спорта, но Центр развития добровольства принимает активное участие в реализации. Много у вас добровольцев? В руководящем составе, то есть операторов, нас всего 4. С недавнего времени, то есть это с этого года. До этого я занималась этой деятельностью одна. А именно добровольцев, 863 добровольца, точнее волонтера зарегистрированы. Добровольцев достаточно больше, чем официальная база. Но в связи с техническими неполадками мы сейчас не регистрируем волонтеров. Я считаю, что если округлять, то тысяча, уже есть 100% волонтеров в городе Рязань. Потому что заявления лежат, они ждут просто своего часа, когда им выдадут торжественно личную книжку волонтера. Сотрудничаете вы с другими городами, с областью? Мы сотрудничаем и с областью, и с Москвой, и со всеми, кто только нуждается в нашей помощи. Мы принимаем активное участие в областных акциях. То есть это эстафета Олимпийского огня, она же всероссийская, не только городская, а и областная. Это рекрутинг волонтеров на Казань. Да, мы сотрудничаем и всегда помогаем, если нужна какая-то помощь. К нам обращаются руководители и директора школы, замы, если нет руководителей отрядов, и за помощью, и в школах, и в области. И активно взаимодействуем с руководителями других городов Центрального федерального округа непосредственно в реализации каких-либо проектов. То есть мы ездим к ним в гости, приглашаем их в гости к нам, и обмениваемся постоянно опытом, опытом, опытом. Потому что опыт – это то, чем мы все вместе дорожим. Часто у вас проходят конкурсы, семинары? Мероприятия проходят достаточно часто, но они проходят не столько в городе, сколько в область выезжают, да, и за пределы города. Это… Ну, я недавно посетила такие города, как Белгород, Волгоград, Москву несколько раз ездили. То есть нас постоянно собирают, вызывают, так сказать, просят приехать. Или, если не просят, то мы сами подаем заявки в виде конкурса, также постараемся попасть на это мероприятие. Потому что в течение года всем известно то, что мероприятия организуются много, и форумов, и слетов. Некоторые однодневные, некоторые есть трехдневные. Очень понравился на съезде Волгограда, который был организован в честь 70-летия Сленинградской битвы. Очень познавательная и такая патриотическая была поездка достаточно, где нам, помимо того, что мы и так добровольцы, прививали любовь не только к родине, но и к истории нашего отечества. Форумов много проходит, но в основном мы стараемся, конечно, отправлять наших волонтеров за пределы города, потому что там они обмениваются опытом, общаются с людьми, получают такую практику жизненную, которую ни в каком учебном заведении в школе не получишь, как бы ты не хотел и не старался. На Селигер вы тоже ездите? Ездим в Селигер, отбираем, ну не отбираем, а отправляем туда наших волонтеров-добровольцев, и не только добровольцев, там очень много смен, да ездят и танцевать, и петь, и придумывать, и что там только не делают. Да, мы с Центральным федеральным агентством по делам молодежи активно взаимодействуем. С недавних пор меня сделали руководителем технологии добра, это одна из смен форума Селигера, где мы, да, у нас на первую смену, это с 14 по 21 июля поедет 30 волонтеров на смену технологии добра, только на технологию добра, помимо других, и на третью смену гражданских инициаций, поедет 20 волонтеров, то есть это достаточно большая квота, а нам федеральное агентство по делам молодежи выделило, то есть нас там ждут, любят и хотят от нас достижений, побед. А что касается Олимпийского огня, когда будет известно, кто от Рязани его понесет? Кто понесет Олимпийский огонь, нам пока неизвестно, но заявки на эстафету Олимпийского огня закончились, и мы ждем результатов, когда Москва выберет тех достойных волонтеров или добровольцев, которые подали свои заявки на участие в этом прекрасном мероприятии, и август-сентябрь, я думаю, уже будут известны списки тех волонтеров, которые достойно будут такой чести войти в историю не только Рязани, но и Российской Федерации, и понесет Олимпийский огонь. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин